Каким крутым поступком вы ни перед кем не понтанетесь. Плавал в бассейне, вижу мелкий пацан плескается. Я думаю, ну купается и купается. Потом смотрю, он как-то барахтается и постепенно уходит под воду. Вокруг огляделся, всем насрать. Думаю, надо помочь. Подплыл поближе, он за меня схватился, я его взял и подплыли к борту. Я спас его. Вокруг всем насрать. Он сказал спасибо. Вот и всё. С пяти лет задротил в шахматы. Учили меня бабушка с дедушкой. Всё своё детство у них старался обыграть их, и с годами это стало получаться. Спустя лет 7-8 были в армии. Был очкастый чел, который выигрывал кучу чемпионатов местных по шахматам. Показал фото всех своих наград, выпендривался, что он непобедим. Предложил мне партию. Я уделал его спустя 10 минут игры. Его выражение лица я никогда не забуду. Это видел лишь один товарищ по службе. Сестру друга из-под машины выхватил. Но не из-под машины, а как бы машина была рядом. Она маленькая ещё была. Она вроде жива бы осталась, но травму, думаю, получила бы. После этого она обняла меня за ногу и так мило сказала спасибо мальчик. Естественно, её брату было насрать, и он дальше взрывал свои петарды. Я почти никому об этом не говорил. Но до сих пор вспоминаю, как она мило обняла меня за ногу и сказала спасибо мальчик. Довела бабушку от метро до автобусной остановки. У неё был тяжеленный чемодан. Пока мы шли, она рассказывала мне про свою правнучку дрожащим голосом, так как та была в детдоме. Я оттащила какого-то ребёнка от дороги. В момент, когда по тому месту, где он стоял, на огромной скорости проехал большой внедорожник. Я бы хвасталась честно, но в тот день меня там не должно было быть. Я прогуливала школу. Лет 10 назад я поздно возвращался домой. Было около трёх ночи. Я ехал по МКАДу. Кто не знает, это широченное шоссе, где мчится большой поток автомобилей. Даже ночью. И вот подъезжая к своей развязке, я замечаю бабушку. Да, бабушку, идущую по обочине. Было видно, что ей нехорошо. Она хваталась за ограждение и пошатывалась. Это я заметил за долю секунды, проносясь мимо на 120 км в час. Что-то меня клюнуло, что я должен её подвезти. Я развернулся на следующей развязке, проехал обратно несколько километров. Опять развернулся на развязке и подъехал к бабуле. Остановился, опустил стекло и спросил. У вас всё в порядке? Давайте я вас подвезу. Нет, что ты, милок, я уже почти дошла. Было видно, что она несколько раз падала в зимнюю грязь. Её пальто выглядело не лучшим образом. Но бабушка на вид была вполне обычной. Я сразу понял, что она заблудилась, но боится принимать помощь от незнакомца. Садитесь, садитесь, настаиваю я. Выхожу из машины и помогаю усесться бабуле на переднее сиденье. Напомню, МКАД, 3 часа ночи, зима, мимо пролетают фуры, обдавая меня мелкодисперсной грязью. Кое-как усадил, сел сам, спрашиваю, вы где живёте? Ой, милок, я-то не помню, но у меня вот бумажка есть с адресом. Протягивает мне скомканный листочек, читаю, глаза лизут на лоб, улица Реутовская. Так она километров 5 дальше по МКАДу прошагала. Забиваю её адрес в навигатор, без особых приключений довожу её до дома. Помогаю ей подняться на этаж, звоню в дверь, дверь открывает вторая такая же бабушка. Видно было, что она не спала, волновалась. Передаю с рук на руки свою попутчицу, та меня очень просит зайти. Я отказываюсь, время очень позднее, да пора мне. Очень сильно благодарят, обещают молиться за меня. Я говорю, да вы что, у меня же тоже бабушка есть, я всё понимаю. Так вот, с тех пор прошло уже лет 10, но до сих пор работает такая штука. Как только я подъезжаю к посту ГАИ, гаишники отворачиваются. Вот прям всегда так, уже 10 лет. Подъезжаю к гайцам, они начинают смотреть в другую сторону. Бывало, несколько раз ловили меня за какое-то мелкое нарушение, но крайне редко. Делайте добрые дела, и вам вернётся. Я нашла очень крупную сумму на земле и начала размахивать руками, чтобы привлечь внимание. Тем временем меня подозвала классная руководительница и сказала так не делать. Через 2 часа мы нашли хозяйку. Она была вся заплаканная и нашла её через камеры. Она мне купила шоколадку. И на этом всё. Был проверочный диктант по иностранному языку от учительницы. Она специально выбрала самый сложный, чтобы проверить нас. Прошло пару дней, и она принесла наши работы и первым объявила мою. Рей 713, оценка 2. Все тут же хохотали, смотрев на меня. Я очень расстроился, так как думал, что я один из лучших в классе знаю иностранный язык. Через несколько минут учительница разом объявила, что у всех остальных оценка 1, и некоторым ставила 0. И в этот момент я чувствовал гордость за свою двойку, так как это была самая высокая оценка среди всех. Я закричал, я всех сделал со своей двойкой. Это сделало мой день лучше. Потом я нагло улыбался весь день. Лет в 13-14 на прогулке собачка увидела, как упал дед и не мог встать. Подошла, начала ему помогать. Он был очень слабый, а мне не хватало сил его поднять. Но всё-таки за несколько минут с трудом получилось. После этого у меня ещё несколько дней болели мышцы на правой руке. До сих пор никому не рассказывала эту историю, хотя часто её вспоминаю. Спас человеку жизнь. Успел схватить и вытащить до секунды его погружение под лёд. Добавлено, мы были детьми, мне было 14, пацану 11. Ещё добавлено, он так ничего и не понял, лишь расстроился, что намок и получит за это дома от родителей. Я никогда не вспоминал об этом. Ему сейчас 26. Я уверен, что он даже не догадывается, что мог умереть ещё в детстве. Это было в классе 7. Мама меня попросила забрать младшую сестру после уроков. А так как у неё уроки ещё не закончились, я решила погулять возле школы. Там играли девочки лет 10 со скакалкой. Вдруг одна из них спотыкается и падает лицом об асфальт. Она начинает плакать, а её подруги не знают, что делать. Лицо всё в крови, особенно нос. Я быстро подхожу, вытаскиваю салфетку и даю ей, чтобы остановить на время кровотечения. Быстро веду её в школу к медсестре. Та сразу обработала рану, остановив кровотечение. Узнала, из какого класса девочка, попросила зайти к её классной руководительнице и сказать, что как. Но я вот всё это сделала, помогла ребёнку. Ну а потом оказалось, что про сестру я забыла, и она уже как час меня ждала. Мама мне выговор потом за это сделала. Про свой поступок я не стала говорить, но до сих пор помню его просто, потому что я тогда была очень стеснительной, и помочь кому-то незнакомому мне действительно было приятно. Как-то раз повстречала одну бабулю в магазине. Она попросила денег на хлеб, говоря, что пенсия маленькая, очень. Хватает платить за квартиру, а дальше выживай как хочешь. Я взяла для неё хлеба, крупы, пельмени на развес, молока и масло. Оплатила её покупку и отдала ей все деньги, какие у меня были с собой на тот момент. Около 500 рублей. Как-то зашёл к другу на чай, а он со своей сестрой ссорится. Друг пошёл на кухню, не оглядываясь. А его сестра тем временем взяла нож со стола и побежала пырнуть друга в спину. Я, среагировав, побежал за ней и скрутил ей руку, тем самым избавив её от уголовного правонарушения и смерти друга. Мы так и не сказали никому про этот случай. Три года назад в гонке с препятствиями был плавательный этап через озеро. Ноги не рассчитали силы и начали паниковать и тонуть. Я плаваю хорошо и вытащил с озера двух девушек. Два друга видели это, но никто об этом не рассказывает никому. Я в разговоре с другими тоже не говорю, потому что это не такой же крутой поступок. Ведь среди плавающих было много опытных людей. Но греет душу, что я не слился, а развернулся и помог. 16 лет шёл на тренировку и увидел мужика в красной майке в чёрном пуховике. Он шёл очень странно и едва ли не падал. Я подошёл к нему и спросил, что с ним. Он показал рану от ножа в области груди, из которой чуть выше сердца сочилась кровь. Как оказалось, майка была белой. Тогда я помог ему дойти до больницы, которая была в метрах в 400. В конце он уже просто лежал на мне, а я его тащил. Об этой истории я так и никому и не сказал. Ведь побоялся, что родители отругают. Один раз я принял роды у женщины, когда её дом был охвачен огнём. Она стала разжать, когда пламя от церковной свечки разгорелось и перешло на шторы. Помогающих людей было много и я увидел её. Она не могла встать и я не сразу понял, в чём дело. В итоге я бежал из огненной гиенны, зажимая в руках только что родившегося ребёнка и нёс на своей спине женщину, которая отключилась. Мы женаты уже два года с её ребёнком. Не рассказываю, так как не думаю, что кто-то поверит. Когда-то на любительском форуме писателей взялась участвовать в конкурсе работ. Написала одну продуманную и прописанную историю. Потратила, наверное, неделю. Подала. А потом ещё за день просто под вдохновением написала другую. Мои работы заняли первое и второе место в категории. Потратил три дня для того, чтобы по крупицам гайдов на ютубе хакнуть школьный сайт и подкорректировать оценки вообще всех в школе. Так что средний балл 7,9, я из Беларуси, возрос до 8,6. Это помогло нашей гимназии сохранить свой титул. Об этом знает только учительница по информатике и зауч средних классов. Как бонусом, из-за этого все мои оценки за этот год были чуть более субъективны. Я был в Варшаве, Польша, в ТЦ. Мне тогда было лет 10-11. Я увидел, как какой-то деловой дядя идёт и разговаривает по телефону. В один момент у него выпал кошелёк из кармана. Я сразу же подбежал и вернул его владельцу. Сейчас я явно стал плохим человеком, ведь тогда я не раздумывая вернул бумажник. А сейчас посмотрел бы, сколько там было. А на этом всё. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую ещё больше контента, переведённого на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырёх слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok